В Западной Европе двухколесный транспорт уже давно полноценное средство передвижения. Он разгружает город от авто и помогает избежать пробок. Год назад в Одессе появилась известная система байкшеринга, с помощью которой можно арендовать велосипед. В этом году на улице города мы обнаружили прокат еще одного популярного в Европе вида транспорта – самоката. Дерибасовская, Горсад, Соборка, Тираспольское кольцо у нас еще. И через пару дней мы думаем еще поставить на книжки. Для того, чтобы воспользоваться самокатом, нам необходимо скачать специальное мобильное приложение, отсканировать QR-код на самокате, и затем наша поездка начинается. Мы должны выбрать скорость, затем мы отталкиваемся одной ногой и едем. Максимальная скорость – сколько километров? 25 километров по городу. Так, хватает на 2-3-4 часа активной работы. При завершении поездки самокат необходимо сфотографировать, а фотографию отправить в специальном приложении. Не обязательно оставлять самокат там, где вы его взяли. Его можно оставить на любом удобном для вас месте. Стоимость активации самоката – 10 гривен. Дальше действует тариф 3 гривны за минуту использования. То есть, если посчитать, один час аренды скутера обойдется в 190 гривен. А что касается велосипедов, их прокат пока что не работает. Систему байкшеринга планируют запустить ориентировочно с 15 марта. Но если в прошлом году один час поездки стоил 20 гривен, в этом году стоимость обещают повысить. Прокат подорожал из-за того, что велосипеды часто ломают и воруют. Кстати, в этом году компания передумала расширяться. То есть, количество станций парковки не изменится. Их по-прежнему будет 12. По 10 велосипедов на каждой. Вот только где ездить в Одессе и реально ли добраться на велосипеде или самокате из пункта А в пункт Б? Наш город вообще не готов к велосипедному транспорту, к малому электротранспорту. Так как велосипедной инфраструктуры у нас нету, велодорожек практически нету. Наша городская власть много заявляет, много говорит. Но, к сожалению, эти люди ездят на автомобилях, видят мир только через окошко автомобилей. И мы видим несколько отремонтированных улиц, на которых нет велодорожек. Скажем, улица Софиевская, спуск Маринеска. Новощипной ряд сейчас собираются делать. Хотя по нашему законодательству обновленному, уже при любом ремонте улицы обязаны делать велосипедные дорожки. А на улице Решильевской с появлением дополнительной полосы для общественного транспорта не то, что велодорожки забыли. Любители двух колес и вовсе вытеснились дороги. А это элементарно противоречит правилам дорожного движения. С одной стороны, велосипедист обязан ехать по правому ряду проезжей части. С другой стороны, правая полоса улицы Решильевской – это полоса общественного транспорта, которая предусмотрена только для общественного транспорта. А это центральная улица города, транзитная, с хорошим покрытием, по которым велосипеды ездили, ездят и будут ездить. Вело и самокат Шеринг придется по вкусу тем, кто не разбирается в устройстве или не хочет возиться с двухколесным транспортом. Понравится он и тем, кто не может позволить себе приобрести дорогостоящий велосипед или самокат, либо кто редко использует этот вид транспорта и кому негде его хранить. Да инфраструктуры, подходящей в Одессе, нет. Так что прогулка на двух колесах, как говорится, на свой страх и риск. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».